Поэт в России больше, чем поэт, а Тютчев еще и дипломат, видный общественный деятель, неравнодушный в своей великой стране. О нем говорят, его стихи цитируют, а ежегодный праздник, проводимый в Овстуге, каждый год собирает множество гостей. Тютчев – это удивительное явление в русской культуре, одно из немногих, о котором можно сказать. Чем больше отделяет времени нас от даты первого публикования стихов Тютчева, тем больше мы открываем в нем той современной нотки, тех мыслей, которые сегодня кажутся, может быть, даже более актуальными, чем во времена Тютчева. И я думаю, что, может быть, здесь и кроется самая главная тайна, почему современники и не могут оценить гения, живущего рядом с ним. Тютчев актуален для читателей разных возрастов и социального статуса. Его творчество изучается за рубежом, литература поэта исследуется видными учеными. Наименование научных диссертаций, защищенных в Праге на факультете славянской литературы. Самое большое количество соискателей защищается по теме Тютчева. С чем это связано? Наверное, с тем, что Тютчев – поэт, дипломат, публицист, философ. Он сегодня привлекает очень большое внимание в Европе. Поэтому мы считаем, что все средства хороши в пропаганде его творчества. Литературные конкурсы, чтение стихов Тютчева, литературные вечера. Цветы, как дань уважения великому творчеству великого деятеля, стали символом непрерываемой связи между Тютчевым и современниками. Поэт бессмертен, пока продолжают читать его стихи. В этот день они звучали как-то по-особому, более трепетно. А тем, кто пробует или уже пишет стихи, главное не бояться новых поэтических рифм. И почаще обращаться к творчеству гениев, таких, как Федор Иванович Тютчев. Если вы еще можете писать стихи, пишите. Потому что только поэзией, только мыслью мы можем оставаться молодыми, по-детски смотрящими на этот мир. А всем участникам Тютчевского праздника чаще приезжать обстук. Потому что обстук хорош всегда. В день, когда усадьба наполнена музыкой и людьми. В зимний день, когда тихо падает снег. Потому что вот каждое место рождения гения несет на себе печать исключительности. Обстук ждет и радуется встрече со всеми любителями поэзии нашего земляка. Игорь Мерчук, Александр Друсинов. События. Брянск. Субтитры создавал DimaTorzok